На данный момент я вам скажу одно. Да сверли ты уже, сосед! Красивенько, все вверх. Всем привет, ребятки! Сегодня мы с вами будем делать настоящие съедобные слаймы. То есть с ними можно будет не только играть, но и при этом их есть. На самом деле я не знаю, получится это у меня или нет, но я подобрала три рецепта. Будем их с вами проверять и смотреть, что у нас получится. Ну и смотрите мой ролик до конца, ведь в конце я разыграю вот такой очень классный слаймик от меня. А мы с вами начинаем делать наши съедобные слаймы. И самый первый рецепт у нас будет с маршмеллоу. Давайте открывать их и уступать в мисочку. А теперь нам нужно растопить наши маршмеллоу в микроволновке. Я думаю 20 секунд хватит и они довольно вкусные. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно аккуратненько все это перемешать. Вот наша сахарная пудра и давайте по чуть-чуть ее добавлять. И все это вымешивать. На данный момент я вам скажу одно. То, что тут сейчас просто очень-очень грязно. Мой пол грязный, мой стол грязный. Этот слайм очень сильно прилипает к рукам. В принципе, я не знаю, засчитывать это или нет. Он тянется как слайм, но я не думаю, что вот это вот стоит вот этого. То есть, чтобы вы понимали. Если я добавляю сахарную пудру, то он становится только тверже, но при этом он не отлипает от рук. Он достаточно такой липкий. Ну, в общем, вот, вы видите. Я не знаю, может этот рецепт недоработан или что-то как. Может, нам нужно что-то еще добавлять. Теперь мне нужно помыть руки, убрать вот это вот все. И я к вам вернусь. О, боже мой. Ребятки, в общем, можете разыгрывать своих друзей. Типа, вы едите настоящий слайм. Я его попробовала, на вкус он очень-очень вкусный. Хотя добавляю столько сахарной пудры, я думала он будет слишком приторным. Сейчас я беру в чистый контейнер, насыпаю пудры и положу покатать слайм сюда. В дальнейшем посмотрим, что с ним будет. Этот рецепт мне не очень понравился, но вы можете оценить его в комментариях от 1 до 10. Знаете, я только что придумала то, что хочу немного изменить этот дизайн. Давайте попробуем. Так, я открываю вновь этот слаймик. Очень аккуратно, пожалуйста. О май гад, что с контейнером? Ну да. Я так и думала, что все, контейнеру конец. Теперь мне нужно максимально аккуратно скатать кружочек и быстро, потому что это очень прилипает к рукам. Так, аккуратно-аккуратно ставим. Вот такой кружочек у нас получился. Я решила, что будет как-то так. Теперь я насыпаю немного пудры. Ну, типа, чтобы вы понимали, я хочу сделать мороженку. Конечно, было бы лучше, если бы тут было три кружочка. Ну, я больше делать не хочу. Сейчас я беру такой шоколадный топпинг. Так, открываем его. Ну, да сверлит уже сосед. И поливаем топпингом. Красивенько. Сейчас я хочу добавить кондитерскую посыпку. Наверное, вот такие, вот такие. Ну, посмотрим. Я взяла такие сердечки и сейчас будем насыпать. Ой. Вот что у нас получилось. Изготовление было довольно-таки сложным, но думаю, что в конце у нас получилось просто обалденно и очень-очень красиво. Я думаю, что вот эту вот красоту наконец-то уже можно поесть. Ну, не, вы издеваетесь, все застыло. Наш второй рецепт с мармеладками. Взяла я вот таких вот червячков. Кстати говоря, один из моих любимых. Но я люблю кисленькие. Ну, да ладно, впрочем, это не важно. Давайте их насыпать. Опс. Сейчас я для фоточки поставлю красивенько. Ой. Так, что-то я не поняла. Почему тут Мишка Хариба? Ну, да Хариба, Хариба, все по-разному называют. Откуда? Просто попок красный шпион. Еще два червячка. И давайте все это уже растапливать в микроволновке. Когда все я это растапливала, тут были такие пузыри. Ставила я на одну минуту. Вот такая масса у нас получается. Теперь нам ее нужно размешать. Итак, добавляем. По чуть-чуть. Главное опять, чтобы все не не тюнячить. Мне кажется, тут снова у нас должно получиться какой-то белый слайм. Если он вообще получится. Так он загущается. Но мне кажется, когда он остынет, все будет очень-очень плохо. Поэтому нужно его быстрее изготовить и быстрее съесть, пока он не остыл. На этот раз я не повторю свои ошибки и не буду все это брать в руки. Я опять насвинячиваю. Ну смотрите, какой замечательный слайм. Он почти не липнет и тянется тоже прекрасно. Только цвет, конечно, не очень, но можно их подбирать как бы. Само липит тесто в мире. Он почти не липнет. Этот вот слайм по вкусу мне намного больше понравился. Я даже могу сказать, что это какая-то жвачка. Ну реально липнет как жвачка и вкус жвачки. Да, я супер объясняю. Так, рассыпаем. Красивенько. Все в меру. Ну и зачем я это сделала? Ребятки, я уже все почистила. Ну да, оттуда можно не смотреть как бы. И вот хочу вам сказать, что я... Так, не это. Пробовала эту штучку. Она реально как жвачком надувается, даже в пузыри. Ну а мы приступаем к третьему рецепту. И наконец-то наш последний рецепт. Он будет с фрутеллой. Все, открываем нормальный. Опс. И давайте вот еще... Вот что у нас получилось. Теперь все это мы отправляем в микро-лонов на 20-30 секунд. Добавляем круглешки с квадратики. Сейчас давайте это мешать. Итак, вот наш крахмал. Будем постепенно его добавлять. Сразу я сделала много, потому что знаю, что они почти не загущаются. Оно такое еще горяченькое после микро-лоновки. Так что... Ну, это уже неудивительно. Ребята, я это реально не специально. Оно само. Это само все, само. Ну, мне кажется, то, что это не слайм, не лизун, а какой-то хендгам, жвачка для рук. Кто тоже так считает, жмите лайк. Вот уже так быстро у нас получился слайм. Давайте его украсим и попробуем на вкус. Желательно, конечно, фон сделать покрасивее. Ну, ладно. И мне кажется, то, что пока это все не затвердело окончательно, нужно это быстрее взять и съесть. Наконец-то уже можно поесть. Давайте быстрее съесть. Давайте уже пробовать. Ммм, оно вкусное. В общем, мне понравилось. Когда мы его готовили, он почти не лип к рукам. Ну, или может потому, что я добавила много крахмала. Ну да, кстати, это может быть потому, что это крахмал, а не сахарная пунта. Ну, а вам я всем скажу пока-пока. Ой, нет, у нас еще конкурс, так что смотрите до конца. Подписывайтесь на все мои соцсети. Ссылка на них в описании. Лайки, тикток и инстаграм. Всех люблю. Всем пока. И вот наш конкурс на мой слайм. Для этого вам нужно быть подписанным на мой YouTube канал, поставить лайк и написать комментарий со словом «Хочу выиграть слайм». И напоминаю то, что чем больше комментариев, тем больше у вас шансов. Всех люблю. Люблю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok